Всем привет! А ну-ка скажите, есть ли среди вас юные кулинары или попросту люди, которые всегда мечтали стать поварами? Если все так, как мы сказали, то это видео специально для вас. Да что уж там говорить, у нас у самих уже руки тянутся ко всяким кастрюлькам, ложкам и жестянкам. Так что скорее бегите на кухню, зовите друзей, открывайте дверцы ваших шкафчиков и холодильников. Сейчас мы покажем кое-что действительно интересное, а вы запросто сможете за нами повторить. Готовы к необычным кулинарным экспериментам? Тогда поехали! Желейный банан Пробовали когда-нибудь желейные бананы? Мы нет. Ну а сейчас хотим это исправить. Итак, чтобы сделать такую штукубину, нам понадобится канцелярский ножик, три банана, ложка, шприц без иголки, чашка, три любых емкости для воды, скотч, желатин, пищевой краситель трех разных цветов, кастрюлька и вода. Для начала нам нужно аккуратно сделать надрезы по всей длине бананов, чтобы выточить изнутри мякоть. Причем сделать это нужно таким образом, чтобы кожура банана держала форму. После того, как вы это сделали, берем скотч и хорошенько заклеиваем место надреза, чтобы нигде не оставалось ни малейшей дырочки. Откладываем наши бананы в сторону и продолжаем творить. Теперь в каждую из трех приготовленных емкостей нам нужно налить такое количество воды, чтобы ее хватило для заполнения футляра из кожуры. Сделали? А теперь в каждую емкость добавляем немного пищевого красителя и примерно одну-две столовые ложки желатина. Чтобы все это дело равномерно растворилось, заливаем подчередно смесь из каждой емкости в кастрюльку, ставим на плиту и подогреваем, помешивая ложкой. Почти готово. Теперь с помощью шприца разливаем разноцветные жидкости по бананам и ставим замерзать в холодильник примерно на час. Так, теперь достаем, аккуратненько распаковываем и вуаля! Желейные бананы готовы! Арбузный сок А сейчас мы вам покажем, как сделать арбузный фреш, не покупая специально для этого соковыжималку. Нам понадобится сам арбуз, нож, плоскогубцы, металлическая вешалка, пластиковый стаканчик и дрель. Для начала вырезаем небольшое отверстие в кожуре арбуза, чтобы у нас был доступ к мякоти. Теперь берем вешалку и откусываем часть от нее вот так, как мы показываем. Затем складываем эту часть как бы петлей и два соединенных конца вставляем в дрель вот таким образом. Так, а теперь начинаем сверлить. Сверлите хорошенько, не жалейте сил! Нужно постараться захватить как можно больше мякоти внутри и размолотить ее. Когда вы почувствуете, что достаточно, можете вытаскивать дрель. После этого берем пластиковый стаканчик и разрезаем его пополам. Далее немного расширяем отверстие с помощью ножа и вставляем в него половину стаканчика. Ну вот и все! Теперь можно подставлять стаканы и наливать в них вкуснейший арбузный сок. Попкорн в банке! А теперь мы сделаем вместе с вами приспособление для приготовления попкорна на плите. Для этого нам понадобится банка из-под любого напитка, маркер, канцелярский нож, попкорн, немного масла и чашка. Тут все просто. Для начала берем банку и рисуем вот такие вот фигуры, как мы показываем. Это наметки, по которым мы потом будем резать. А теперь, как вы уже, наверное, догадались, берем ножик и режем по тем линиям, которые нарисовали. Одну из надрезанных частей мы немного загибаем во внутрь банки, вторую же отгибаем немного вперед. Затем засыпаем в наше приспособление немного попкорна, капаем туда капельку масла и ставим все это дело на плиту. Рядом с отверстием, из которого будет вылетать попкорн, ставим чашку и наблюдаем. Только посмотрите! Зернышки попкорна готовятся, выпрыгивают из банки и летят прямо в чашку. Круто, правда? Желейные яйца Сейчас будет что-то подобное с желейным бананом, но нам кажется, процесс изготовления желейных яиц будет поинтереснее. Итак, возьмем три яйца, три емкости, одна нужна для скорлупы, вторая для внутренности яиц, а третья для самих заготовок. Еще нам понадобится деревянная палочка, кастрюля, узкая трубочка, но только не пластиковая, три разных пищевых красителя, шприц и желатин. Ну и сахар еще, пожалуй. Сначала нам нужно удалить желтки и белки из яиц. Для этого мы аккуратно проделываем дырочку ножом в яйце и удаляем с этого места скорлупу. Затем берем деревянную палочку и протыкаем желток внутри яйца, после чего выливаем внутренности в чашку. Эту процедуру нужно проделать с каждым яйцом. Затем наливаем воду в кастрюльку, доводим ее до кипения и опускаем туда три яичных скорлупы. Берем трубочку, одну сторону просовываем в отверстие каждого яйца и продуваем в воде. Это делается для того, чтобы до конца очистить скорлупу изнутри. Затем достаем все это дело и кладем в подготовленную емкость остывать. Так, а теперь пришло время сделать начинку для скорлупы. Берем три емкости, наливаем в каждую горячую воду. Сыпем в каждую по ложке желатина и по ложке сахара. Это на случай, если вы потом захотите все это съесть. Ну и не забываем про красители. Добавляем понемногу в каждую емкость. Ну вот и все, в общем-то. Теперь с помощью шприца заливаем в каждое яйцо цветную жидкость. После чего отправляем в холодильник примерно на час. Ну что, посмотрим на результат. Достаем нашу поделку из холодильника, аккуратно убираем скорлупу и любуемся вот такой получившейся красотой. Помпа для нутеллы. Вы так любите шоколадную пасту, но при намазывании на кусок хлеба у вас не получается равномерно распределить ее. Да и еще на ложке осталась куча вкусняшки. Это не порядок. Мы придумали решение. Сейчас мы вмонтируем помпу в банку, чтобы такая проблема вас больше не беспокоила. Для этого нам понадобится канцелярский нож, сама помпа, банка нутеллы и клеевой пистолет. Снимаем с банки крышку и проделываем посередине отверстия вот таким образом. Просовываем в него помпу и с обратной стороны проклеиваем все это клеем. Ну тут уж совсем все просто. Осталось только вставить эту конструкцию в банку с шоколадной пастой, подставить кусочек хлеба, нажимать и наслаждаться процессом. Длинное яйцо. Ну а напоследок мы оставили для вас кое-что реально интересное. Сейчас мы будем делать, как вы думаете, что? Длинное яйцо. Да-да, вы не ослышались. Оно будет непривычной формой и размера. И вы запросто сможете удивить с помощью него друзей и семью. Ну что ж, начнем. Нам понадобится 3-4 яйца, 2 емкости, чтобы разделить желтки и белок, нож и 3 емкости вытянутой формы разных размеров. Для начала нам нужно разделить внутренности яиц, для чего мы аккуратно разбиваем их ножом пополам и путем переливания внутренностей из одной половины в другую отделяем желтки от белков. Теперь нам нужно поставить большую емкость, наполненную водой, на плиту и довести ее до кипения. После этого берем среднюю по размеру емкость и помещаем в нее самую маленькую емкость. А сейчас все это помещаем в кипящую воду. Затем нам нужно залить белковую массу в среднюю емкость, при этом не убирая и держа рукой самый маленький сосуд. Получается, что белок варится в форме цилиндра, а внутри образуется полость. Когда вы видите, что белок сварился полностью, можно убирать меньше сосуд. Аккуратно заливать туда желток и ждать полного приготовления необычного блюда. Ну вот и все, можно доставать. Для этого просто переверните емкость, в которой все это варилось над тарелкой. Все должно вытащиться без проблем. Ну что, у вас все получилось? Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. Моя мастерская, твое настроение.